Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Наткнулся тут, посмотрел очень крутое видео от Олеси Орастане и решил вам его перевести, поскольку контент просто бомбический. Ссылка на оригинал видео в описании. Очень крутой, на мой взгляд, анализ по эфиру и по биткоину, поэтому обязательно зацените. И кто еще не подписался на канал, сделайте это, чтобы быть всегда в курсе. И также не забудьте подписаться в Телегу. Ну а теперь давайте занырнем прямо к видео, потому что контент очень интересный, стоит того. Привет, это Олеси, надеюсь у вас все ништяк и хочу вам сделать небольшой апдейт по крипто ситуации. В этом видео я хочу привлечь ваше внимание на вот этот график эфира и постараюсь объяснить, что он нам говорит сейчас. И также мы посмотрим на вот этот специальный график, на котором наложена цена битка на цену эфира, и я объясню вам, что я об этом думаю и почему это так важно. Смотрите, многие просили меня прокомментировать, кроме биткоина, также ситуацию по эфиру, и о ситуации на графике, и как это связано с теорией волн Эллиота. В общем, сейчас я наблюдаю пристально за эфиром, и почему, почему это так важно. Сейчас я вам объясню. Причина в том, что это очень интересно, что в этом году эфир является очень хорошим опережающим индикатором по биткоину. Например, в прошлом году, насколько вам известно, наверное, лайткоин был таким очень полезным лидирующим индикатором по биткоину. В этом году лайткоин ведет себя немного потеряно, и я заметил, что в этом году эфир очень даже полезен как опережающий индикатор биткоина. Например, посмотрите вот на этот график, где наложена цена эфира на цену биткоина. Вот эта оранжевая линия — это биткоин, и вот эта фиолетовая линия — это эфириум. И если вы их сравните, то заметите, что обычно эфир в этом году опережает биткоин. То есть в этом году мы видим силу в эфире немного раньше, чем она проявляет себя в биткоине. Вот посмотрите на этот пример. Одна из вещей, которая сохранила мой бычий настрой по биткоину, это была сила эфира. Если вы посмотрите вот здесь, и можете заметить, что эфир сделал новую вершину в этом году и пробил свой хай, пробил свой летний хай за 5 дней, или даже, можно сказать, за неделю до того, как биткоин сделал то же самое. Так что отметьте вот еще раз, что эфир пробил свои летние хай за неделю до того, как это сделал биткоин. Эфир пробился в 22 июля, в то время как биткоин пробил свои летние хай немного позже, в 27 июля, как вы видите здесь на графике. Так что из этого графика мы видим, что эфир как бы опережает, является опережающим индикатором, а биткоин следует за ним. Так что я заметил, что наблюдать за тем, как эфир идет в этом году, это очень полезно в плане того, чтобы предугадывать дальнейшее ценовое движение биткоина. Например, если на данном этапе эфириум, давайте представим, если эфир сейчас выберет снова бычье направление и пойдет опять уверенно наверх, то это может служить индикатором того, что биткоин сделает то же самое. Особенно, если эфир сейчас начнет пробиваться через уровни сопротивления. И с другой стороны, если эфир начнет пробиваться ниже и пробьет поддержку до биткоина, то это может быть тоже опережающим знаком слабости по биткоину. Так что еще раз, это одна из причин, по которой я наблюдаю сейчас за эфиром, потому что он может дать нам отличный сигнал того, куда пойдет цена биткоина, вероятнее всего. И также еще, конечно, важно наблюдать за фондовым рынком, но это чуть позже. Ну, давайте вернемся к графику эфира и посмотрим, что он сейчас делает. Вот у нас эфир на более долгосрочном таймфрейме, на недельных свечках. И посмотрите на это. Этот график эфира делает меня очень по-быче настроенным. И я думаю, что одна из тех криптовалют, которые могут очень хорошо пойти в бычьем раскладе в ближайший год и два, это эфириум. Здесь вы можете увидеть почему. Посмотрите на этот график. Эфир выглядит очень по-быче, потому что, как видите, мы пробились через эту трендовую линию сопротивления и даже удержались выше нее. И теперь держимся выше 21-недельной скользящей. Так что, опять же, это очень бычий график, поэтому мой долгосрочный взгляд на биткоин и на эфир остается очень бычьим. Я не вижу ни одной причины, по которым эфир в ближайшие месяцы или годы не протестировал бы предыдущие свои максимумы и потенциально также вот эти максимумы. Поэтому еще раз, моя долгосрочная перспектива на эфир и биткоин очень бычья, базируясь на графиках. И еще одна причина, по которой я настолько настроен по-быче сейчас на эфир. Посмотрите на вот этот график по ниндзя трейдеру. И здесь у меня есть индикатор потенциальных волн Эллиота. Это наш индикатор. И здесь вы видите, что начиная с обвала в марте, после этого дна, которое мы нарисовали в марте, эфир уже нарисовал пять Эллиот волн наверх. Как вы видите, вот один, два, три, четыре, пять. И вроде как после пятой волны сейчас выглядит, как будто мы пошли в коррекционное движение. И теперь у нас волна АБЦ коррекционная происходит. И почему же это так важно? Вот почему. Если у нас все же вот это движение из пяти волн завершенное, что мне кажется вполне вероятным, вот у нас это движение раз, два, три, четыре, пять в эфире, которое вроде как завершено, то, как мне кажется, это на более крупных волнах законченная волна один, гораздо большая мега-волна один. И если это наша первая волна, то вот это все движение вниз, это, возможно, волна два. И если вы не знакомы с этой теорией волн, то давайте я вам объясню. Смотрите, структура Эллиот волн, если вы все еще с ней не знакомы, то тут все очень просто. Смотрите, в двух словах это означает, что когда рынок идет в тренде, он всегда движется волнами. И вот эта большая волна один в себе содержит пять маленьких волн. Я также сравниваю волны Эллиота с русскими матрешками, как Олесио говорит русскими куклами, не помню, как их зовут, Марушка, Бабушка. Ну, в общем, матрешка. Я ему уже написал в комментариях, что это матрешка. В общем, волна один содержит пять меньших волн, и когда волна один закончена, что выглядит очень похоже на то, что мы сейчас видим по эфиру, то у нас идет коррекция в форме ABC. Это наша большая волна два. И когда вот эта большая волна два закончилась, мы начинаем следующую большую волну три, которая тоже содержит в себе пять волн. И эта волна три может поднять и биткоин в ближайшие годы выше 20 тысяч долларов и даже 50 тысяч долларов. И я думаю, что эфир тоже может подняться гораздо на большие высоты. Поэтому, ребята, это одна из причин, по которой я смотрю сейчас на эфир, на волны Эллиота. И, конечно же, большой вопрос сейчас, закончили ли мы вот эту волну С, этой волны два в коррекционной форме ABC. И если посмотреть на вот этот график, то выглядит вполне вероятно возможным, что мы сделали уже вот эти пять маленьких волн наверх. Очень похоже, что уже завершена большая волна один. Большая волна один уже, похоже, что закончена в сентябре. И теперь очень похоже, что мы сделали форму коррекционной волны ABT по эфиру. Но я при этом не говорю, что волна два еще завершена, коррекционная волна. То есть пока нет индикатора, что волна два завершена. Я даже пока не уверен, что волна B в этой коррекционной форме закончена. Чистого сигнала еще такого нет. Но все, что мы делаем сейчас, это мы наблюдаем и ждем, пока вот эта коррекционная структура ABC в эфире и в биткоине будет завершена. Опять же, мы не можем тут точно утверждать ничего. Она может быть уже завершена, но возможно еще рано об этом говорить. Но я скажу, до тех пор, пока эфир находится ниже вот этого уровня, примерно в 420 долларов, до тех пор, пока эфир находится под этим уровнем, я думаю, мы все еще можем видеть большую консолидацию и движение в боковике или даже вниз. Но вот я думаю, как только эфир решит все-таки пойти наверх и пройдет этот уровень 420, что будет вполне вероятно в ближайшие месяцы, как только мы увидим, что эфир точно закончил коррекционную эту волну C и коррекционная структура закончена, как только мы увидим, что эфир пошел наверх и задерживается выше уровня 420, то это даст нам очень высокую вероятность того, что эфир начинает большую волну 3. Так что, ребят, уровень 420 – это ключевой уровень сопротивления, за которым я наблюдаю. И я думаю, что если эфир туда пойдет, когда эфир туда пойдет и удержит этот уровень, то можно будет с уверенностью говорить, что эта коррекционная волна 2 завершена. Так что я настроен очень побыче в долгосроке на эфир и на биткоин. И моя долгосрочная цель по эфиру, когда я говорю долгосрочная, я имею в виду 6-12 месяцев, или может быть даже несколько лет. Очень-очень лонговая. Но в краткосроке, я имею в виду ближайшие несколько недель, я точно не могу сказать, куда пойдет цена. Давайте наблюдать за тем, как эта волна ABC будет завершена по эфировому и также по биткоину. Но почему я отметил эфир еще раз, потому что он выступает в этом году часто как опережающий индикатор по биткоину, как мы видим на этом графике. Так что это вот один рынок, за которым я наблюдаю, как индикатор для биткоина. Ну и также, конечно же, фондовый рынок. Вот такой вот респект Олесиу за этот видос. Лайк, подписки на его канал, на наш. И вот такие вот дела, ребята. Что тут еще скажешь? Крутой видос. Собственно, надеюсь, вам понравилось. Ну и также, что можно еще сказать? Да, вчера, конечно, на стриме последний час там пробовал что-то потрейдить, полная фигня получилась. Но в целом сейчас потихонечку скальплю, получается норм. Думаю провести еще стрим, может быть, на следующей неделе. Если вы за, ставьте пальцы, пишите, ставьте колокольчики, чтобы быть в курсе, потому что вчера был незапланированный и мало народу подконнектилось. Ну вот, а так что-то скальплю понемножку, но об этом, наверное, в следующих видео. В целом, да, вот на дудоксе торгую линком без комиссии, абсолютно. О, и уже сработал первый ордер, походу. Круто. В общем, все ссылки в описании. Не забудьте подписаться. До новых встреч. Всем профита. С вами был Флалалай, это канал Крипто Комманс. И вот вам напоследок кусочек моего нового клипа, который скоро выйдет на канале I Think So. Всем профита, йо. Субтитры сделал DimaTorzok